Всем привет! Меня зовут Таня, и я сегодня хочу вам рассказать о Большом Адронном Коллайдере. Это самая большая в мире экспериментальная установка, это самая большая вообще машина, построенная людьми. Находится он в Церне, это Европейский Центр Язерных Исследований, это самая большая лаборатория физики высоких энергий в мире. И вообще, если говорить о Большом Адронном Коллайдере, то он все время в чем-то будет самым большим, самым сложным и так далее. Мне там удалось побывать в 2013 году, как раз во время его плановой остановки, потому что история его такова. Его впервые запустили в 2009 году, после чего он благополучно проработал до 2013 года, собрал данные на том уровне мощности, после чего его остановили на плановое переоборудование. И вот его снова запустили в апреле этого года и начали собирать новые данные. При этом подняли мощность пучка, добавили новые детекторы, новые эксперименты и вот уже начали получать новые данные. Итак, Большой Адронный Коллайдер. Большой, потому что он действительно очень большой, длина его кольца составляет примерно 27 километров. Адронный — это обозначает тип частиц, которые в нем сталкиваются. Это адроны. Не обязательно запоминать что-то такое, достаточно понять, что к адронам относятся протоны и нейтроны. То есть в коллайдере как раз и сталкиваются протоны, и сталкиваются тяжелые ядра. Это ядра свинца, которые как раз состоят из протонов и нейтронов. Коллайдер. Коллайдер, потому что он сталкивает два встречных пучка частиц. Происходит английского to collide. Обычно в ускорителях все происходит не так. Чаще всего в ускорителях есть один пучок, который разгоняется и затем ударяется в неподвижную мишень. Это намного проще, чем одновременно разогнать, синхронизировать два пучка и столкнуть их в одной точке. Но в Большом адронном коллайдере два пучка летят по встречным кольцам, сталкиваются в определенных точках. И это позволяет получить в два раза большую энергию столкновения. Теперь зачем вообще нужен Большой адронный коллайдер? Когда мы изучаем макромир, у нас для этого есть много способов. У нас есть зрение, то есть электромагнитные волны, которые испускаются или отражаются от объектов. У нас есть способы исследовать молекулярный состав веществ и так далее. Когда мы переходим к микромиру, у нас этих способов уже нет. У нас нет даже зрения, потому что длина электромагнитной волны будет примерно сопоставима с величиной самих элементарных частиц. Поэтому, чтобы узнать что-то о частицах, нам нужно их просто сломать. То есть взять частицу, сильно ее разогнать и обо что-то ее ударить. Или о неподвижную мишень, или о другие частицы. И при этом в результате столкновения будут рождаться новые частицы. Эти частицы, они не то чтобы находятся в изначальных частицах до столкновения, они будут рождаться в ходе столкновения из энергии столкновения. И вот эти частицы мы можем поймать, измерить, и по их свойствам мы можем больше понять о свойствах изначальных частиц. И чем больше будет энергия у частиц в момент столкновения, тем сложнее будут процессы, проходящие при этом, тем больше разных типов частиц мы сможем получить в столкновениях и больше сможем узнать. Почему коллайдер такой большой? Чтобы довести частицы до таких энергий, нужно разогнать частицы до очень высоких скоростей. На самом деле, почти во всех ускорителях частицы при столкновениях уже движутся со скоростью совсем немножко меньше скорости света. В Большом адронном коллайдере скорость частиц при столкновении на 3 метра в секунду меньше скорости света. Я хочу отдельно сказать, что когда я говорю о скорости частиц, о том, что мы ускоряем частицы, на самом деле мы часто говорим об энергии частиц, то, что мы приращиваем их энергию, потому что при таких околосветовых скоростях, когда мы придаем частицам дополнительную энергию, то прирост скорости уже будет ничтожным, но будет увеличиваться сама энергия частицы. И вот, в Большом адронном коллайдере, в основном кольце, частицы ускоряются 20 минут, потому что им нужно передать очень много добавочной энергии. Все это время они летят уже с околосветовой скорости. И, ну, учитывая еще, что мы разгоняем тяжелые частицы, им нужно еще больше времени, чтобы так сильно ускориться. И поскольку им нужно 20 минут как-то ускоряться, по прямой их разгонять мы не можем, потому что Земля закончится намного раньше, поэтому их разгоняют по кольцу, все время поворачивая электромагнитным полем, оставляя в пределах этого кольца. Но для того, чтобы повернуть частицы с очень большими энергиями, нужно будет прикладывать очень большое магнитное поле. Это первая причина, почему лучше построить большое кольцо. Вторая причина — это то, что при повороте частиц будет возникать потеря энергии на излучение, будет возникать синхротронное излучение, и эти потери с размером кольца, то есть чем меньше кольцо, тем больше будут эти потери. Поэтому построили такой большой коллайдер. Теперь вкратце расскажу об устройстве Большого адронного коллайдера. Вот, собственно, его основное кольцо на карте Швейцарии и Франции. То есть здесь маленький кусочек Швейцарии, остальное все Франция. Вот это у нас Женевское озеро, Женевский аэропорт. То есть вот примерно видно хотя бы длину взлетной полосы Женевского аэропорта. Длина кольца 27 километров. Здесь еще видно кольцо предускорителя. Это ускоритель SPS. SPS получается суперпротонный синхротрон. На русском его чаще называют протонный суперсинхротрон. Длина его кольца примерно 7 километров. Находится он под землей на глубине, вот здесь, ближе к Женевскому озеру, находится на глубине порядка 50 метров. Здесь во Франции вот эта гора Юра, горный массив Юра. И вот здесь находится на глубине порядка 175 метров. Вот так, собственно, устроена. Вот такая схема. Здесь в кадр еще попал итальянский ученый из детектора Компас. Как все происходит? Какой путь частиц? Источники частиц находятся вот в этих точках. Здесь отсюда берут начало протоны, отсюда берут начало ядра свинца. Частицы выходят из источника, последовательно ускоряются в целой серии предускорителей, пока они достигнут околосветовых скоростей. То есть сначала они ускоряются здесь, и уны сначала ускоряются здесь, затем они проходят через этот предускоритель, идут ускорители СПС 7-километровые. И все это время они пока движутся в одну сторону по кольцу, после чего они переходят уже в основное кольцо Большого Дронного Коллайдера, где уже движутся встречные пучки. Здесь мы видим, как отдельно отходят пути в одну сторону и в другую сторону. Здесь частицы разгоняются вот те самые 20 минут, после чего начинается серия столкновений. Здесь в кольце расположены 4 основных точки столкновений. Это 4 эксперимента. В них находятся детекторы. Детекторы сами по себе не менее сложные, чем все остальное в Большом Дронном Коллайдере. Это огромные экспериментальные установки, очень сложные. 4 основные детекторы, а CMS там сверху, ALICE, ATLAS и LHCB. И вот происходит серия столкновений. Столкновения происходят одновременно во всех детекторах, но при этом сами детекторы разные, поэтому они могут улавливать разные результаты этих столкновений. Это продолжается, серия столкновений с одним пучком продолжается порядка 10 часов, после чего считается, что пучок уже слабеет, и его уводят в систему сброса пучка. Вот один из детекторов. Это детектор CMS. Вот здесь как раз видна масштабы его здесь. Он просто не помещается в фотоаппарат. Здесь видна точка входа пучка в детектор. Вот по этой трубе как раз пучки подходят к точке столкновения. Это торец детектора. Вообще он огромный, его длина порядка 20 метров, размеры, ширину порядка 15 метров. Вот. Вот вкратце, да, так устроен большой дронный коллайдер. Я бы хотела еще сказать о его точности, потому что при приливах высота земля вблизи Женевы поднимается на 25 сантиметров, и протяженность кольца большого дронного коллайдера увеличивается на 1 миллиметр. И это вызывает изменение энергии пучка на 0,02%. И это учитывается в расчетах. Потому что энергия пучка контролируется с точностью до 0,002%. То есть вот даже на приливы они делают скидку в расчетах. Да, теперь вот эта картинка. Это, собственно, к тому, что сейчас вспомните все страшные картинки из интернета и жуткие статьи, которые всех пугали перед запуском большого дронного коллайдера, когда всем грозили концом света, потому что я хочу поговорить о его безопасности. Если в двух словах, то коллайдер безопасен. Сейчас пройдемся по основным угрозам, о которых говорят. Во-первых, это то, что говорят, что вся Вселенная в опасности из-за микроскопических черных дыр, страпелек, микроскопических кротовых нор и так далее. На самом деле список этот можно продолжать долго, но все эти причины не такие важные, потому что все они базируются на одном предположении, то, что энергии, достигнутые в Большом Адронном коллайдере, не существовали раньше нигде. Они гигантские, и в нем создаются уникальные условия. На самом деле это неверно по одной причине. Причина — это космические лучи. Частицы, которые возникают при взрывах сверхновых и тому подобных событиях, они бомбардируют Землю, планеты, Солнце, вообще все во Вселенной с начала времен, миллиарды лет. И поскольку за это время ничего не произошло, то нет оснований предполагать, что что-то произойдет. Даже частицы, которые были зарегистрированы на Земле, частицы из космических лучей, есть такие частицы, энергии которых во много раз превышают энергии, достигнутые в Большом Адронном коллайдере. Уникальность Большого Адронного коллайдера состоит только в том, что он воссоздает такие столкновения в лабораторных условиях, где их удобно изучать. По меркам Вселенной эти энергии вообще ничем не примечательны. Следующая угроза — это радиация. Это на самом деле уже реальнее, потому что при работе излучателей, ускорителей частиц неизбежно возникает радиация, потому что частицы ускоряются, они сталкиваются, при этом возникают другие частицы. Но поскольку туннель находится так глубоко под Землей и оборудован столькими слоями защиты, то снаружи излучение от него вообще не регистрируется. Оно может угрожать только самим сотрудникам ЦЕРНа, и для этого у них предусмотрен очень строгий контроль доступа, для того, чтобы никто, в принципе, не мог попасть в туннель во время работы коллайдера. Ну, при этом в нем, в самом кольце, когда он работает, в нем возникают очень сильные излучения. Есть отдельные части, которые остаются сильными радиоактивными после остановки коллайдера. Это система сброса пучка и системы для чистки пучка. Система для чистки пучка — это очень интересная вещь. Это металлические пластины, которые физически выдвигаются в туннель, смыкаются на расстоянии нескольких миллиметров и физически отсекают те частицы, которые не идут вдоль оси пучка. И в них ударяется очень много частиц, поэтому они быстро становятся сильно радиоактивными. Но в этих частях люди вообще не бывают. То есть даже вот эти пластины от системы чистки пучка, они меняются специальными роботами. Вот лист учета радиации, полученной дозы, которую мне удалось там сфотографировать. На самом деле только два человека заполнили корректно, остальные проставили начальное значение. Они нам не говорят ни о чем, потому что неизвестно, за сколько времени они были набраны. Но вот два человека проставили значение и в конце тоже, и мы видим, что разница на входе-выходе 0 миллизиверта. По сути, доза излучения, которую они получают, там тоже очень маленькая. Однако работникам могут грозить и другие опасности. Вот, например, один знак, который я там сфотографировала. Если кто-то точно знает, что он означает, не говорите. Вот этот знак, наверное, один из худших по понятности предостерегающих знаков в мире. Кто думает, что он означает? Неплохо, неплохо. Аблика? Может, ты больше нахлевок? Че-то он приуныл так-то. Может, здесь обещать. Не закипать. Понимаешь, что тебе с пыльцами начались? Но, правда, не закипать. Я, ну, им же плотно спущен. Рука старилась. Только нет. Борги сидят здесь. На самом деле... Не спать сидят. Неплохо, да. На самом деле, этот знак обозначает нехватку кислорода. Им струны и своденка. Это дизайн. Расположен он прямо там внизу в туннеле, и его назначение в том, что если там возникает нехватка кислорода, над ним загорится лампочка, нехватка кислорода может возникнуть, если произойдет большая утечка, например, жидкого азота или жидкого гелия, и он физически вытеснит кислород из той части, где сейчас находятся люди, поскольку это туннель и замкнутая пространка. Обтесните это им, да. Да, уже неплохо. Собственно, это уже подошло к вопросу экологии, то, что вредных выбросов от Большого Адронного Коллайдера нет, кроме редких небольших выбросов азота и гелия, которые не являются вредными веществами. Энергопотребление Большого Адронного Коллайдера сопоставимо с энергопотреблением Кантона Женева, то есть оно не такое большое. Теперь я хочу перейти к следующей теме, рассказать о пользе Большого Адронного Коллайдера, потому что, кроме того, что он полезен для фундаментальной науки, есть вещи, которые мы используем каждый день, которые возникли благодаря ЦЕРМу и исследованиям Большого Адронного Коллайдера. Во-первых, это интернет в том виде, в котором мы его знаем сейчас. Сам принцип, конечно, электронной сети родился в Америке. Это была сеть ARPANET, затем возникли ARC, электронная почта и так далее. Но в 1989 году британский ученый Тим Бернес-Ли, который работал в ЦЕРМе на тот момент, предложил концепцию всемирной паутины World Wide Web. И он предложил, он же в течение двух лет разработал протокол HTTP, язык HTML. Он придумал гиперссылки, гипертекст, он разработал первый веб-сервер, первый браузер и запустил первый в мире веб-сайт. Это был сайт ЦЕРМа. Он появился онлайн 6 августа 1991 года. И на нем говорилось о том, что такое интернет, что такое всемирная паутина, как вы можете установить свой веб-сервер, где вы можете заполучить браузер и так далее. И сейчас в ЦЕРМе по-прежнему расположен один из двух основных центров обмена трафиком в Швейцарии. Вот, собственно, это он. Вот через эту точку идет большая часть швейцарского трафика. Затем, раз я начала о компьютерных технологиях, то это Big Data. Это обработка больших объемов данных. У них есть три параметра. Это объем, скорость, в смысле и скорость теплероста, и скорость обработки, и разнообразие. Так вот, я все эти цифры запомнить не могу. В большом дронном коллайдере примерно 150 миллионов датчиков, которые передают свежие данные примерно 30-40 миллионов раз в секунду. В секунду происходит примерно 600 миллионов столкновений. И все эти данные, их собрать и заархивировать для анализа невозможно, не хватит у них никаких для этого, собственно, ресурсов. Поэтому они тут же на лито обрабатываются и фильтруются. И из этих 600 миллионов столкновений в секунду остается примерно 100 самых интересных столкновений. Поэтому вот эти наработки по обработке таких огромных объемов данных за малое время очень сильно продвинули вообще информационную технологию. Вот, например, один из детекторов, это один из второстепенных экспериментов, компас, который не относится к тем четырем основным. Это только один из датчиков этого второстепенного эксперимента. Вот какой шлейф проводов идет от него. Это так, к примеру. Затем промышленные сверхпроводники. И все связанные с этим технологии, то есть магнитная левитация и так далее. Вот, например, тележка на магнитной левитации принцип такой же, как и у поездов на магнитной левитации. У них в Церне есть 120 тонн жидкого гелия. И поскольку при таком количестве всего этого сложно не продвинуть разработки в области сверхпроводников. Дальше. Емкостный сенсорный экран. Он тоже возник в Церне. Изначально первые исследования по этому принципу появились в 1965 году, вот примерно в те годы. Но потом два инженера из Церна, это Фрэнк Бекк и Бен Стумпи, сделали первый в мире прозрачный тачскрин в 70-х годах. И он начал использоваться в Церне. В 1973 году он был внедрен в систему управления ускорителем SPS, вот тем самым 7-километровым, который я показывала. Это был первый в мире тачскрин. И еще одна вещь. Там есть такой эксперимент из Ольт. Он представляет собой мишень, в которую ударяются частицы. Мишени, типы мишени там ставятся разные, из разных элементов, и они получают редкие изотопы. И эти изотопы идут не только на физические эксперименты, но и на экспериментальную терапию раковых опухолей, метастазов и на экспериментальные типы медицинских исследований. И раз я говорю о медицинских исследованиях, то есть такой метод исследований, как позитронная эмиссионная томография. Это метод основан на том, что в организм человека в составе биологически активной молекулы вводятся радиоактивный изотоп, который затем начинает распадаться, излучать позитроны. И детекторы улавливают это позитронное излучение и строят трехмерную картину распределения вот этого излучения. И поскольку эта молекула может накапливаться в разных тканях по-разному, то таким образом еще исследуется метаболическая активность этой молекулы. И этот метод дал очень много сейчас для онкологии, потому что позволяет исследовать раковые опухоли и склонность давать метастазы и их активность. Также при некоторых заболеваниях мозга, дегенеративных заболеваниях мозга он применяется. И есть такой объединенный метод ПЭТ-КТ, позитронно-эмиссионная томография плюс компьютерная томография, которая позволяет получать одновременно исследование двух этих типов в одной координатной сетке на одних и тех же срезах тканей. Вот, собственно, вот эта компьютерная томография, вот эта позитронно-эмиссионная, вот эта объединенная ПЭТ-КТ. И вот этот метод был впервые предложен сотрудниками ЦЕРНа и разработан, впервые внедрен как раз в Женевском госпитале. Сейчас это исследование делается по всему миру, и при некоторых видах опухолей оно является жизненно важным. На него собирают огромные деньги, ездят за границей. Сейчас не так давно его стали уже делать в Украине. Он тоже возник благодаря ЦЕРНу. Я очень надеюсь, что медицинские применения никому из нас никогда не пригодятся, но, по крайней мере, интернет и тачскрин всегда пригождаются всем. Напоследок, я хочу сказать, что 25 сентября в 19 часов в альтершколе я буду читать длинную лекцию о Большом Адренном коллайдере, где я уже подробнее остановлюсь на том, как он устроен, как устроены магниты, как они делаются, как устроены детекторы, принципы их работы, как они производятся, как все это вообще работает, как людям удалось построить такую сложную вещь. Кому будет интересно, приходите. Спасибо за внимание. АПЛОДИСМЕНТЫ Да. Вопрос. Ну, понятно, что бак, этот тоннель такой большой подземной, а кто его копал? Копали его еще раньше, копали его под предыдущий ускоритель LEP, это большой электронно-позитронный коллайдер. Он перед этим находился в этом тоннеле. Копали его, по сути, машинами, такими же, как копают туннеле метро. Просто с большой точностью. Я думаю, что по стоимости это все измеримо с адронной. Чуть дороже. И, кстати, если говорить о коллайдерах, у нас в России в городе Петехатке также есть небольшой коллайдер, но значительно намного меньше, чем этот, который вот большой адронный, там протяженность что-то меньше к 2 метра, если не ошибаюсь. Вот, могу ошибаться. И, в том числе, в Советском Союзе, по-моему, ускоритель. По-моему, ускоритель, по-моему, да. По-моему, он синхротрон. В России нет больше, по-моему, коллайдера, но он заброшен. По-моему, там был линейный ускоритель. Я не уверена просто, не хочу точно говорить, но там, насколько я знаю, там нет встречных пучков. Да, там нет встречных пучков. Там один пучок, который ударяется на мишень. Но он там есть, да. А что будет с человеком, если после него придет такой пучок? Я вообще не знаю. На самом деле с человеком не будет, скорее всего, ничего. Был такой случай когда-то на одном из ускорителей, когда через мозг человека прошел пучок ускоренных электронов. И с ним, в общем-то, ничего не было, потому что пучок этот очень тонкий. На самом деле, количество частиц в пучке, оно меньше, чем в обычной материи. И поэтому, в принципе, с человеком, скорее всего, не будет ничего, если это будет однократно. Первые ирекционные, а протоны ведь больше. Протоны ведь больше, вроде как. Вот если он попадет под пучок протонов, ну, возможно, в нем останется отверстие в человеке. Система сброса пучка. Там есть такие магниты, которые могут включиться очень быстро. И они уводят частицы с основного кольца в сторону, где просто находится такое помещение, где лежат огромные композитные блоки, там углеродные композиты, в которые просто врезается пучок. Все. И туда не пускают людей. И туда не пускают людей. Там радиоактивно, да. 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 Там международный состав ученых. Есть такая коллаборация CERN. Вообще, принцип участия в этой коллаборации в основном такой, что страна или дает финансирование на какую-то часть большого адронного коллайдера, или предоставляет свои материалы, предоставляет какое-то свое оборудование. И тогда это дает право ученым работать на большом адронном коллайдере. Это коллаборация международная, то есть там еще очень много итальянцев. Ну да, на самом деле, Украина, по-моему, у нее давно были какие-то проблемы с вхождением в коллаборацию CERN. На самом деле, попытки такие были. И были даже, то есть были интересные предложения от украинцев, которые их интересовали. Но тогда из-за политической ситуации, это было еще лет 10 назад, но оно застопорилось, и из этого ничего не вышло. Да. Нашли ли они Базон Хиггса, и зачем они его искали вообще? Базон Хиггса они нашли, я немножечко о нем расскажу. Я строился для того, чтобы найти Базон Хиггса. Не только для этого, я немножко об этом расскажу еще в следующую пятницу. На самом деле, Базон Хиггса они нашли, и основное, зачем им нужно было найти Базон Хиггса, это то, что убедиться, что он существует. Потому что он существует. Это подтвердило стандартную модель. Потому что его особенность, по сути, в том, что он был предсказан теоретически, но его долго пытались получить практически. Когда его получили практически, они такие, yes, у нас есть Базон Хиггса, мы молодцы, мы его предсказали. Вы знаете, что такое темная материя? Нет. Мы не знаем, что такое темная материя. Но строился он далеко не только для этого. То есть проверка стандартной модели только одно из применений. Там проверяется очень много исследований. Там кваркленная плазма, например, тоже интересная вещь и так далее. Как детектор чувствует новые частицы? Как устроен детектор? Сейчас это может быть еще минут на 15. По сути, там есть разные виды детекторов. Есть детекторы, которые регистрируют путь частицы по ионизации, которую оставляет частица. То есть по принципу камеры Вильсона, ну, в принципе, принцип тот же, но происходит за счет того, что регистрируются электрические токи после ионизации частицы. То есть, например, она проходит через какую-то камеру, где есть две заряженные пластины, частица прошла, произошла ионизация, прошел электрический ток, он зарегистрировался. Это один тип детекторов. Второй тип детекторов, который может полностью поглотить энергию частицы и измерить, собственно, сколько было энергии у этой частицы. И в таком случае получается, что частица поглощается в веществе этого детектора, и часть этой поглощенной энергии будет идти на излучение где-то в оптическом диапазоне, которое будет регистрироваться в фотоэлементах. Вот если вкратце, как-то так. И плюс траектория имеет значение? Ну, траектория имеет значение в трековых детекторах, о которых я говорила. А вот эти детекторы второго типа, это называются калориметры, которые меряют энергию, они уже занимаются не траекторией, а только полностью поглощением энергии частиц. То есть, по главному кванту, они по кванту света, они с помощью ПЭО усиливают? Там много квантов света, там возникают, то есть, когда частицы поглощаются в веществе этого детектора, то возникает ливень вторичных частиц, и вот характеристики этих ливней будут разные для разных частиц. По их характеристикам будут уже. Да. Как Вы думаете, ну, вот лично, просто Вам вопрос теоретический, а как Вы думаете, реально ли с помощью адронного коллайдера создать антивещество, антиматерию, допустим, которая будет таким источником электроэнергии, который будет превосходить все существующие элементы? Антиматерию создают и так, проблема в том, что её сложно создать много и сложно удержать. И эта проблема, честно говоря, я не знаю, как именно создают антиматерию, каким именно образом. Я не знаю, на её создание гораздо больше. Пока что, да, пока что получить антиматерию, антиматерия пока это… Самое дорогое? Антиматерия создают, что происходит с частицами. На самом деле, то, что происходит с макрообъектами при околосветовых скоростях, из этого могут они вывести. То есть, они это могут только как-то вывести. Непосредственно экспериментов с макрообъектами на околосветовых скоростях там нет. А частицы при околосветовых скоростях, ну, как бы, да, в общем, исследуют. Они же там есть, как их не исследовать. Но поведение, вот, в рамках ускорителя их поведения, в общем-то, там всё предсказано, по большей части. Такой вопрос. А смогли ли они скорость света в Киеве? Нет. Просто была такая новость, что у них там вышло разогнать больше, там буквально на пару метров в секунду. Была такая новость, это было из-за того, что там в Большом адронном коллайдере есть ещё один очень интересный эксперимент по исследованию потока нейтрина. То есть, они ударяют один из вторичных потоков частиц из коллайдера в специальную мишень, и частицы, порождённые этой мишенью, летят дальше. В общем, дальше летят нейтрино. Нейтрино, они вообще мало с чем взаимодействуют. То есть, они проходят через всю землю, через скалы, через грунт, и идут на 700 километров в Италию, в лабораторию Грансасса, где они улавливаются детекторами. Да, вот так вот, просто через землю. И, да, там были такие статьи, выходили о том, что они, возможно, превысили скорость света. На самом деле, потом они всё проверили и просчитали, это просто накопили систематические ошибки измерений. Это же зависит от нашей точности измерения времени и синхронизации часов, верно? Там безумно сложные точности измерений, потому что там в любом месте могут накапливаться эти ошибки. То есть, и в измерении времени, и потом в статистической обработке. То есть, я вообще удивляюсь, как они там что-то могут точно посчитать. Да. Как вообще, не можно как-то попасть на новую каладу? Как вам это удалось? Попасть туда можно в рамках каких-то научных программ. Мне это удалось вообще очень просто и легко, потому что там был день открытых дверей. Я случайно узнала об этом в интернете и подумала, что я не могу этого пропустить. И, собственно, вот в рамках неоткрытых дверей можно было туда съездить. В тот момент я была на Украине. Там же вроде... Это только часть наземных лабораторий.